Всем привет, с вами Егор Ярушин, и я не могу в это поверить, но в прошлую пятницу вышел наш долгожданный альбом Nuclear. Это наш третий полноформатный альбом, что, если честно, за 15 лет существования группы Марина в разных ее ипостасях, конечно, прямо скажем, немного, но у нас был пятилетний отпуск, собственно, с 14 по 19 год, поэтому я себе это прощаю. В этом ролике я уже по старой доброй традиции, как и с несколькими последними своими релизами, расскажу, а с чем этот релиз, хотя мне кажется, что с этим альбомом все, в принципе, и так достаточно понятно. Расскажу про каждый трек, потому что этот альбом очень личный, важный, конечно же, для меня, как, ну, не знаю, не то чтобы манифест, но как какое-то, не знаю, выражение каких-то эмоций и позиции, наверное, отчасти тоже. Это ролик не на хайповую тему, поэтому, скорее всего, лайков он много не соберет, но давайте попробуем 2000 лайков ему поставить, а? Заметьте, это на 1000 меньше, чем я обычно у вас прошу, поэтому давайте поднажмем и комментариев давайте штучек 200, например, нафигачим. Если к концу ролика он вам перестанет нравиться, уберете лайк и комментарий удалите, короче, напишите прямо сейчас. Перед тем, однако, как поговорить про альбом, я буду рассказывать вам совершенно про другой релиз и не наш. Однако я, если честно, в таком приятном удивлении от проекта, который я буду рекламировать вам сейчас. Дело в том, что группа Confirmat из России, но вы никогда бы, никогда бы не угадали, что она из России, если бы вы ее услышали. Вы сейчас поймете, о чем я. Да, ребята играют Нуе, Дойче Харте, только они делают это в России, причем они делают это на абсолютно идеальном немецком языке. Если честно, я бы подумал, что это группа из Германии. За 6 лет своего существования ребята отыграли уже сотни концертах, играли на разных фестивалях, на разогреве, например, Ostfront, группы немало известной. Не так давно у ребят вышел новый альбом под названием Horrorland, и я чрезвычайно рекомендую вам его послушать, потому что, ну, это может составить конкуренцию Rammstein, как мне кажется. Что касается музыкального качества, точно, поэтому дуйте по ссылке в описании, чекайте ребят, пишите им, что вы от Ярушины, и не забывайте, что когда вы переходите по вот таким ссылкам, вы поддерживаете сейчас твоих роликов на этом канале, за что я вам чрезвычайно благодарен. Итак, после начала 22-го года, после января, февраля, когда мы отыграли наши большие концерты в Москве и Петербурге, играли мы их втроем, если вы помните, потому что Фердинанд, сраный хер, наврал нам о том, что у него какая-то там болезнь, и что он кинул нас сначала с туром Slaughter to Prevail, потом он кинул нас с нашими этими сольными концертами, но нам пришлось отыграть их, собственно, втроем, однако, тем не менее, людям вроде как понравилось. Мы в начале февраля 22-го года, конечно, были полны всяких надежд и идей, в то же самое время мы были в достаточно интересном положении, потому что мы не совсем понимали, какой у нас будет состав, кто там дальше будет в группе играть и так далее и тому подобное. Тем не менее, конечно же, все поменялось в конце февраля 22-го года, с началом специальной военной операции в Украине. Война поменяла нашу жизнь, конечно, на до и после, как вы, наверное, знаете, в группе играет Гриша, мой гитарист, который из Донецка, и вот уже человек, который действительно не полослышки знаком со всеми ужасами войны, потому что он переехал в Прагу в 2014 году с семьей. Я понял, что нужно каким-то образом выразиться, и я начал работать над первым треком, который вышел с этого альбома под названием The Age of Retribution. Я расскажу про него чуть позже, когда буду рассказывать про каждый трек с альбома отдельно. Если отмотать чуть назад, то еще в конце 21-го года я думал, в каком направлении отправиться с, собственно, материалом Марины. Я помню, я обсуждал это с Вовой, с лейбла SPRL, который тогда еще был на, ну, собственно, на дистрибьюшене Warner. Сейчас, разумеется, дистрибьюшен Warner превратился в тыкву, как и большинство вещей западных, работающих на территории России. Но тогда я спрашивал у него, вот у нас есть дико популярный кавер на дипешмотах, наш самый, типа, популярный трек на всех стриминговых площадках. Может быть, отправиться там в сторону дипешмота и просто играть как дипешмот с гитарами? Или же у меня давненько есть мысль насчет того, что я очень люблю EP Legend от группы Abigail Williams 2006 года. Это, наверное, один из моих самых любимых релизов вообще. И я очень давно хотелось делать что-нибудь вот подобное, короче. Может быть, да, забить на все хер и сделать приблэченный такой альбом. На что Вова никак мне не помог и сказал, что, типа, Игорь Сергеевич, тут разбирайся как хочешь, делай как хочешь. Это все-таки твоя группа. Ну, а в феврале я понял, что нужно плюнуть на все эти мысли с дипешмот. Вот не дипешмотовская вообще у меня было настроение, прямо скажем, в феврале, как вы понимаете. Поэтому я решил удариться в тяж. И поэтому первый сингл, собственно, вышел на слэм Worldwide. Вот этого, наверное, от нас никто не мог ожидать. Да, типа, Degrader EP был достаточно тяжелым. Everything or Nothing был еще более тяжелым, но мелодичным. А тут прямо жесть такая пошла. Остальным же альбомом я начал заниматься значительно позже. Age of Retribution вышел в июле. Остальным альбомом я более-менее начал заниматься там ближе к зиме. И я рад, что он вышел хотя бы в первой половине года. Мы успели еще выпустить его до того, как год подошел к своей, собственно, такой разделяющей черте в июне. С этим альбомом, на самом деле, мне мало кто помогал именно, что касается организационных вопросов. Я занимался им по большей части сам. Я думаю, что это связано с тем, что у ребят было не очень много мотивации. Я, в принципе, могу это понять, потому что со всем, что происходит, и с тем, что, по сути, ну, для того же самого Гриша, например, поездки на наши концерты в рамках тура, эта штука вообще какая-то странная, около страшная, да. Вообще, когда у тебя просто берут и, как бы, отрывают главный рынок, просто потому что тебе приходится выбрать сторону в том, о чем ты, как бы, вообще не понимаешь и не разбираешься, потому что, ну, то есть, я попозже в этом ролике про это говорю, но, помимо того, что смерть мирника, мирного населения, это трагедия всегда, и в этом альбоме тоже про это поется отчасти, помимо этого, ну, вот что мы, музыканты, там, нам около 30 лет, что мы вообще понимаем в геополитике или в истории даже, там, и так далее. Поэтому первое, что нужно знать про этот альбом, это то, что он антивоенный, безусловно, но он не политический. У нас, как у группы Марина, нет никаких политических взглядов, просто потому что, ну, мы вот такие, мы как деревья, мы тупые. Все, что мы делаем, это очень плохо играем на своих инструментах, я плохо пою, и мы бухаем постоянно. Все, это описание нашего, собственно, жизнедеятельности каждодневной, поэтому, ну, какого мнения политического от нас можно получить? Это все равно, что Хасбика спрашивать и спрашивать с него, чтобы он, там, выбрал сторону и так далее. Конечно, у членов группы есть какие-то свои политические взгляды и так далее, Однако, это их взгляды и мои взгляды, это мои взгляды. К группе, к материалу и так далее они никак не относятся. Что ж, давайте я поговорю про каждый отдельный трек на этом альбоме и расскажу немножко историю его создания. Первый трек вместе с интро, это интро под названием You Have Been Warned и Our Flying Flags, собственно, первый трек, он выходил и синглом у нас. Разумеется, интро мы добавили для того, чтобы просто номинально было больше треков, для того, чтобы площадки не посчитали, что у нас выходит EP, да, я, собственно, не стесняюсь этого никак. Потому что, все-таки, что касается проделанной мною работы, это, безусловно, все-таки альбом. И таковым я его в дальнейшем и буду называть. Например, Degrader EP, который выходил в том году. Какой в том году? Вообще, в 21-м уже выходил, как время летит. Это был EP-шник, и к нему подходили, как к EP-шнику, его тяп-ляп сделали и все. Тут, как бы, работа была более вдуманная и так далее. Также вы можете заметить, что You Have Been Warned и последний трек First The Plague, там использовался один и тот же, собственно, оркестр. Это не случайно так получилось. Разумеется, это связывает альбом от начала и до конца. Трек Our Flying Flags, собственно, посвящен борьбе и посвящен неслам... И несламливаем... Посвящен борьбе и несламливаем... Блядь. Несламливаемому... Несламливаемому духу, собственно, людей. Главным образом, то есть, мирный народ, который никак вообще не принимает никаких ни политических, ни геополитических решений, однако вынужден учиться жить в эпоху Великих Перемен, как говорится. И, собственно, текст этого трека тоже про это. Его прелесть заключается в том, что любая сторона любого конфликта может, в принципе, интерпретировать его под себя, потому что, ну, на самом деле, это такой трек, который повышает, там, боевой дух, не боевой дух, именно что касается настоящих сражений, а боевой дух в смысле народа, для того, чтобы сплотиться и, собственно, верить в, опять же, свою несламимость. Второй трек The Age of Retribution. Да, это был трек, который я писал на эмоциях от начавшейся войны. Я решил провести исторические параллели с Великой Революцией. Это, вообще, трек, как бы, про революцию. Поэтому вы можете услышать там про Расколица красной грозой небеса, про царя, опять же, естественно, имеется в виду Великая Социалистическая Революция, собственно, которая произошла в прошлом веке. Разумеется, можно найти и связи с тем, что происходит сейчас, но это вы их ищите и находите сами, это ваше дело. Третий трек полноценный называется Bloodwork или Анализ крови. Я видел, что кто-то из реакционеров говорил насчет того, что это кровавая работа. Нет, это все-таки именно Анализ крови. И на этот трек, на написание его, меня натолкнули, во-первых, мысли о том, как сейчас чувствует себя россиян человек с российским паспортом, находясь в Европе, а во-вторых, главным образом, конечно, страдание еврейского народа на протяжении буквально всей его истории. Для тех, кто не знает, на определенный процент я еврей, и поэтому меня очень интересует еврейская тема, тема Израиля как государства. И в этом треке, да, я порефлексировал на эту тему. Трек The Hatemonger идет следующим. Это, собственно, главный, так получилось, что это был главный сингл с этого альбома. На него меня, разумеется, натолкнула и пропаганда, которая идет с обеих сторон, как со стороны западной, так со стороны, собственно, восточной, то есть в России. Пропаганда на обеих сторонах мне абсолютно отвратительна, но я вынужден изучать ее, потому что журналистики в мире больше не осталось. Также есть определенный плац людей, которые разгоняют ненависть в соцсетях. Я там не знаю, боты это, настоящие ли это люди заряженные. Но иногда они пишут настолько ужасные и отвратительные вещи, что мне сложно поверить в то, что это может человеку настоящему в голову прийти. И там обвинение полностью там или всех украинцев, или всех русских во всех смертных грехах, или обвинение там Америки во всем и так далее и тому подобное. По сути, это как бы одного поля ягодов. Вся эта информация, это просто пропаганда и разжигание ненависти. Про это, собственно, и этот трек. Я примерил на себя роль вот такого вот пропагандиста. Я, кстати, совсем не сказал, кто какие треки написал. Our Flying Flags написал Вова Каспер из группы Loaners, так же, как и трек Bloodwork, за что ему огромное спасибо, инструменталки делал именно он. The Age of Retribution написали мы вместе с Вацлавом. The Hate Manger мы написали втроем. Я, Вацлав и, собственно, Каспер из группы Loaners, за что ему еще раз огромное спасибо. Следующий трек, точнее, спойка такая от треков. Это Parallax и Stimulator. Дело в том, что Stimulator, безусловно, не такой тяжелый, как весь остальной альбом, поэтому я знал, что мне для того, чтобы в него как бы перейти, мне понадобится какая-нибудь отбивка. И, к счастью, Леня Лупанов, за что ему огромное спасибо, из, собственно, электроники к самому треку Stimulator, он собрал вот это вот интро, которое, собственно, и стало треком Parallax. Stimulator это моя боль и печаль, потому что я рассчитывал на то, что это будет Join 2, и что он выстрелит так же, как и Join, и что он наберет хороших просмотров на Ютубе, и что он там попадет во все плейлисты. Ничего из этого не случилось. Этот трек мы с Артемом Фроловым, это человек, которого вы можете знать, как человек, который делал электронику для Alpha Sleep, для Join'а, мы сделали этот трек вместе, он написал инструменталку, я, естественно, как обычно, написал вокальную там разложку и, собственно, сам вокал, ну и текст написал, естественно. Было это все в 2020 году, когда был коронавирус, мы встречались, мы всем этим занимались, короче. Тогда мы даже думали насчет того, чтобы сделать отдельный альбом, который весь будет такой, как Stimulator. Господи, сейчас начнется опять причитание в комментариях, о боже, почему вы не пошли по этому пути там и так далее. Пожалуйста, уважайте выбор меня как исполнителя, и я решил пойти вот по такого пути. Не надо причитать насчет того, что вы хотите 10 стимуляторов, не будет такого. Да, в общем, идея у нас немножко затухла, потому что, ну, мы там не могли поделить определенные вещи, что касается нашего подхода. И я что-то про этот трек забыл до того момента, как мне не понадобился сильный сингл для этого альбома, и поэтому я включил этот сингл, собственно, в этот альбом. Отчего Артем очень сильно обиделся на меня, потому что ему показалось, что я его обманул. Я еще раз очень сильно перед ним извиняюсь, если так получилось, но мне кажется, что он в итоге сел этот альбом прекрасно, и вот ближе к концу он так разбавляет эту тяжелую атмосферу. Это трек про кокаиновую зависимость. Я, в принципе, не скрываю этого. И любой человек, который прочитал бы текст или посмотрел бы клип, а таких всего 17 тысяч почему-то оказалось, может, в принципе, это понять. Как связана тема войны и тема, собственно, наркотической зависимости, я думаю, что любой человек, который когда-либо употреблял какие-то запрещенные вещества, он знает, что они помогают, собственно, перестроиться и заставить мозг думать о других вещах. Точнее, не думать ни о чем и, собственно, забыть про то, что происходит вокруг. Следующий трек называется Out Living, и за него, за инструменталку к нему я должен поблагодарить Айдара прекрасного, гитариста, бывшего гитариста, насколько я понял, группы The Contradiction, в которой играет Никита Тарасенко, которому, кстати, тоже нужно сказать спасибо, потому что во всех треках, в которых есть симфоника, ее дело Никита Тарасенко, поэтому, Никита, спасибо тебе огромное. Какая-то сумбурная у меня рассказ, но ничего. Да, Out Living, это такой трек экспериментальный тоже, такой больше джентовый, его написал, собственно, Айдар, отправил его мне, он написал еще там один трек, который, к сожалению, не вошел, потому что у меня уже не хватало времени, но про это мы поговорим чуть позже. Текст Out Living про трагедию того, когда из-за военных действий родители переживают своих детей, и про то, что это чудовищно, где бы это ни происходило, как бы это ни было. Знаете, я вот когда в Америке в 2012 году выступал, я уверен, что если бы кто угодно пришел за мной и спросил бы меня, как я отношусь к войне, например, в Пакистане или в Сомали, и участие Соединенных Штатов в этой войне, я бы ответил то же самое, что это ужасно, и что мне очень жаль обычных людей, и что я хотел бы, конечно, чтобы эта кровавая мясорубка закончилась. Где бы она ни происходила, и кто бы ни был участником конфликта, это все то, что решают политиканы сверху, а мы, люди, в общем, в итоге страдаем из-за этого просто пачками. Из-за чьих-то амбиций, из-за чьих-то страхов, из-за чьих-то комплексов страдают обычные люди, такие как я или вы. Именно поэтому, именно поэтому я решил записать антивоенный альбом. Потому что я выступаю против всякой войны, не только той, которая происходит сейчас, а войны, в принципе, 21 век сейчас. А мы все еще палками друг к другу пытаемся дубасить, потому что нам вожак племени сказал, что так надо делать. Это вообще, это как шмарный сон. Последний трек под названием First the Plague, он повествует на счет того, что два всадника апокалипсиса уже, собственно, у нас были. Чума и война, теперь мы ожидаем только голода. Да, там я прохожусь и по теме коронавируса, и насчет того, как нас сильно ограничили и научили быть ограниченными в своих правах. И, собственно, как это красиво перетекло в то, что происходит сейчас. И этот трек про то, что, к сожалению, война не собирается заканчиваться. Поэтому нам всем придется подстроиться под эти новые реалии, хотим мы этого или нет. Разумеется, не хотим. Мы хотим, чтобы это все поскорее закончилось. Боже, как я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Теперь про треки, которые в альбом не вошли. У меня был один трек, который не вошел в альбом, из-за того, что у меня уже не было времени для того, чтобы им заниматься. Мне нужно было уже сдавать альбом, иначе он бы вышел, хрен пойми, когда. У Гриша не есть такой трек. И еще Айдар, который написал Outliving, написал еще один трек. Поэтому, как минимум, три трека в этот альбом не вошли. Что это значит? Скорее всего, если вы хорошо поддержите этот альбом, и я увижу, что вам это интересно, мы выпустим делюксовую версию этого альбома. Скорее всего, ближе к осени или, может быть, даже к зиме, в которой мы включим, собственно, вот эти вот три трека. Они все очень прикольные, они все разные, и они очень интересные. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что вы поддержите этот релиз, для того, чтобы у меня было очень больше мотивации этим заниматься. Мерч, собственно, к этому релизу расходится, разлетается просто как пирожки. Вы купили его весь буквально за два дня. Там остались какие-то жалкие размеры. Вы, в принципе, можете в закрепленной ссылке купить эти остатки. Мы хотели сделать худи. Изначально, в итоге, с худи произошла борода. Есть только футболки. Репринтов не будет. Это эксклюзивный лимитированный мерч. Тот, кто купил, тот и успел. Больше никто его, собственно, не купит. Теперь то, ради чего, скорее всего, вы досмотрели этот ролик до конца. Конечно же, как и в прошлый раз, я буду анонсировать тур. Может быть, в этот раз у нас даже получится в этот тур поехать. 20 сентября мы будем в Рязани. 21 сентября мы будем в Туле. 22 в Воронеже. 23 в Ростове-на-Дону. На следующий день, 24 в Краснодаре. 27 сентября, то есть через три дня после этого нам нужно будет немножко просто отдохнуть, мы будем в Волгограде. 28 сентября в Саратове. 29 сентября в Самаре. 30 сентября в Казани. 1 октября в Нижнем Новгороде. И потом, очень важный для меня момент, 3 октября на мой 32-й день рождения. Мы будем в Новосибирске. 4 октября мы будем в Екатеринбурге. 5 в Челябинске. 6 в Москве. И мы решили сойти с ума и взять Тысячник. Поэтому я очень сильно надеюсь, что вы пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и купите себе билет. 7 октября мы будем в Санкт-Петербурге. И закончится тур 8 октября в Калининграде. У нас феноменально огромная программа для этого тура. Также будут, как минимум в столицах, будет увеселительная программа, связанная с теми, что там будут, ну, экраны и вот пушки там и так далее. Короче, это будет просто топ. Я с нетерпением жду встречи с каждым. Разумеется, билеты уже можно купить. Есть билеты формата Meet & Greet, если вы хотите пообщаться со мной перед концертом. Или с кем-то из пацанов задать им свои вопросы. Есть випки для тех, кто любит посидеть. Есть обычные билеты входные для тех, кто любит поскакать. И, разумеется, часть денег опять отправится в благотворительный фонд. Мы еще пока что не решили в какой, однако мы точно это сделаем. Пишите в комментариях, пожалуйста, как альбом понравился вам. Для меня это очень важно. Это реально сложная работа. Скорее всего, к тому же, это мой последний альбом. Связано это главным образом с тем, что мне становится все сложнее что-то вам рассказать. И каким-то образом вам поведать какие-то новые вещи для того, чтобы это было интересно. Ну и плюс, я просто очень сильно устал. И если в 2019 еще году я, например, мог на энтузиазме просто фигачить и думать только об этом, то сейчас я, правда, уже просто не особо способен строить всю свою жизнь вокруг вот этого. Поэтому, скорее всего, да. Скорее всего, вот этот релиз, а также русскоязычный релиз Эбис, который тоже должен выйти в этом году, скорее всего, будет для меня последними. И в следующем году я уже, наконец-то, заживу жизнью обычного взрослого человека. В общем, вот такой видос. Я надеюсь, он вам понравился. Я надеюсь, что вы оставили лайк под этим роликом. Мы увидимся с вами еще на этой неделе. Поговорим, наконец-то, про тех, кто умеет и не умеет петь в этой сцене. С вами же был Егор Ярушин. Я желаю вам самого-самого-самого лучшего дня. Хуй войне? Любой, абсолютно любой. На связи. Пока.